крошечка-хаврошечка вы знаете что есть на свете люди и хорошие есть и похуже есть и такие которые бога не боятся своего брата не стыдятся к таким то и попала крошечка-хаврошечка осталась она сиротой маленькой взяли ее эти люди выкормили и на свет божий не пустили над работой каждый день занудили заморили она и подает и прибирает и за всех и за все отвечает а были у хозяйки три дочери большие старшая звалась одноглазка средняя двухглазка а меньше триглазка но они только и знали у ворот сидеть на улицу глядеть а крошечка-хаврошечка на них работала их обшивала для них и прила и ткала а слова доброго никогда не слыхала вот то-то и больно ткнуть да толкнуть есть кому а приветить да приохотить не нет никого выйдет бывало крошечка-хаврошечка в поле обнимет свою любую корову ляжет к ней на шейку и рассказывает как ей тяжко жить поживать коровушка матушка меня бьют журят хлеба не дают плакать не вилят к завтриму дали пять пудов запрясть наткать побелить в трубу покатать а коровушка ей в ответ красно девица влезь ко мне в одно ушко а в другое вылезь все будет сработано так и сбывалось вылезет красно девица из ушка все готово и наткана побелена покатана отнесет к мачехе то поглядит покрехтит спрячет сундук а ей еще больше работы задаст хаврошечка опять придет коровушки в одно ушко влезет в другое вылезет и готовенько я возьмет принесет девица старуха зовет одноглазку дочь моя хорошая дочь моя пригожая да глядись кто сироте помогает и ткнет и придет и в трубы катает пошла сиротой одноглазка в лес пошла с нею в поле забыла матушкина приказание распеклась на солнышке разлеглась на травушке а хаврошечка приговаривает спи глазок спи глазок глазок заснул пока одноглазка спала коровушка и наткала и побелила ничего мачеха не дозналась послала двуглазку это тоже на солнышке распеклась и на травушке разлеглась приказание забыла материна и глазки смежила а хаврошечка баюкает спи глазок спи другой коровушка наткала побелила а двуглазка все еще спала старуха рассердилась на третий день послала триглазку а сироте еще больше работы дала и триглазка как ее старшие сестры попрыгала попрыгала и на травушку пала хаврошенька поет спи глазок спи другой а об третьем то забыла два глаза заснули а третий глядит и все видит все как красно девица в одно ушко влезла в другое вылезла готовые холсты подобрала все что видела триглазка матери рассказала старуха обрадовалась на другой же день пришла к мужу режь рябую корову старик так и сяк что же ты жена в умели корова молодая хорошая режь да и только наточил ножик побежала хаврошечка коровушки коровушка матушка тебя хотят резать а ты красная девица не ешь моего мяса косточки мои собери в платочек завяжи в саду их рассади и никого и никогда меня не забывай каждое утро водою их поливаем хаврошечка все сделала что коровушка завещала голодом голодала мясо ее в рот не брала косточки каждый день в саду поливала и выросла из них яблонька да какая боже мой яблочки на ней висят наливные лиственницы шумят золотые веточки гнутся серебряные кто не едет мимо останавливается кто проходит близко тот заглядывается случилось раз девушки гуляли по по саду на тупору ехал по полю барин богатый кудриватый молоденький увидел яблочки затрогал девушек девицы красавицы говорит он которая из вас мне яблочко поднесет та за меня замуж и пойдет и и бросились три сестры три сестры одна перед другой к яблоньке а яблочки то висели низко под руками были а то вдруг поднялись высоко высоко далеко над головами стали сестры хотели их сбить листья глаза засыпают хотели сорвать сучья косы расплетают как не бились не метались ручки и задрали а достать не смогли подошла хаврошечка и веточки преклонились и яблочки опустились барин на ней женился и стала она в добре поживать лихо не знать вот и сказке конец а кто слушал тот молодец